Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программы «Четверть часа» меня зовут Тимофей Обухов. Сегодня вечером состоится одно из самых значимых богослужений Великого Поста – Марии Настояния. В храмах будут целиком прочитаны Великий Покаянный Канун Преподобного Андрея Критского и Житие Преподобной Марии Египетской. Безусловно, мы призываем всех наших зрителей в этот вечер лично побывать на богослужении. Для тех, кто такой возможности не имеет, в нашем эфире запланирована прямая трансляция из Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя. Она начнется в 18 часов по московскому времени. Друзья, кроме того, хочу напомнить, что идет пятая седмица Великого Поста. Она началась воскресным днем в честь преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайской горы, автора знаменитой «Лествицы», одного из главных аскетических христианских сочинений. Книга была написана в конце VI века. «Лествица» — это старославянский вариант нашего слова «лестница», потому что речь идет о духовной лестнице, пути, ведущем от земли наверх, на небо, к Богу. И в основу чтений и проповедей текущей седмицы Великого Поста положены наставления и подвиг преподобного Иоанна Лествичника. Зимой острастей вся душа им девеет, но будем, о, други мудры, Нас словом отеческим в стужу согреет игумен Синайской горы. Облегшись в молитву и деланье плача, совлекшись в мирской мишуры, На лествице в небо ступени, а значит, Игумен Синайской горы. На лествице в небо ступени, а значит, Игумен Синайской горы. Что делать тому, кто любви не имеет, а козни лукавых хитры, Но жезлом игуменским нечисть развеет игумен Синайской горы? Мы, войско Христово, прибудем на страже, готовьте, владыке дары. Нам вечное царство дорогу укажет, Игумен Синайской горы. Нам вечное царство дорогу укажет, Игумен Синайской горы. Продолжая разговор об одном из главных аскетических христианских сочинений, Лествице, хочу остановиться чуть подробнее на образе лестницы, ведущей в небо. Вот что пишут по этому поводу исследователи и специалисты в области древних церковных текстов и языков. Сам образ лестницы в духовно-аскетическом контексте позаимствован из сна Якова в книге «Бытья». «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака». Таким образом проводится своеобразная параллель между лестницей праотца Якова и Лествицей, составленной преподобным Иоанном. Чтобы не запутаться в этих сравнениях, предлагаю обратиться за помощью к юным участникам проекта «Православная азбука». Лестница Иоакова – это лестница, которая приснилась во сне Иоакову. Лестница, по которой ходят ангелы. И сверху лестницы стоит Господь Бог. Было два брата – Исаав и Иаков. Исаав был могущественнее Иакова. Это значит, что он был сильнее. И Иаков его боялся. Иаков бежал от своего брата Исаава в пустыню и остановился на ночлег. Уже темнело, очень скоро была ночь, и он увидел, камни лежали. На самом деле, на этом камне Авраам приносил жертву Богу. Он сложил частицы жертвенника, как подушку, и лег. И во сне ему приснилась лестница, по которой ходят ангелы. А на самом верху стоит Иисус Христос. Он сказал ему, я тебе дам всю землю. Он, когда проснулся, он очень удивился. Он взял камень и полил это место священным елеем в память о сне. И назвал это Домом Божиим. В этом сне скрыты глубокие истины. Первое, что Господь очень любит нас и посылает ангелов через лестницу помочь нам. Это путь к Господу на небеса. Человек и его душа хотят туда попасть. Это лестница для спасения людей. По этой лестнице поднимаются и опускаются люди во время жизненного пути. Иисус Христос стоит на самом верху лестницы и потом спустится на землю. То, что летали ангелы, это как наши помощники, которые приводят нас к Богу, не дают плохих помыслов. А то, что во главе стоял Господь и сказал, что дам я тебе эту землю обетованную, это означало, что даже после грехопадения Господь нас простил и любит. Но вернемся к лестнице. Как ступени следуют одна за другой при подъеме, такова и очередность глав или духовных степеней лестницы. Первая глава называется «Отречение от жития мирского». Это самый первый шаг. Начальные ступени лестницы в целом посвящены борьбе с мирской суетой и удалению от мира. Потом следующие девятнадцать «Скорбям на пути к Богу» и аскетической борьбе с пороками и различными духовными препятствиями и преградами. И только последние семь глав говорят о том, чего вообще-то хочется достичь сразу. О кротости и смирении, о душевном мире. И лишь заключительная тридцатая глава знаменует собой достижение вершины пути, союза трех добродетелей, веры, надежды, любви. Это словно верх неба, которого касается духовная лестница. Так что любовь христианская требует долговременного подвига, это вершина. И здесь к нашему разговору вновь хочу пригласить ребят из православной азбуки. Ведь правда интересно, что думают дети о любви. Любовь — это такое чувство, которое нельзя описать особенным термином. Любовь — это свет. Когда человек чувствует, что он любит, то у него на сердце появляется счастье. Любовь — это высшее христианское добродетель. Это не только добродетель, а еще чувство, например, к Богу. Мы каждый раз, когда молимся или же причащаемся, испытываем какое-то чувство по отношению к Богу. И это чувство называется любовь. Когда человек полюбил Господа, то он любит всех животных, всех птиц, все растения, всю рыбу. И все, что создал Господь. В Евангелии сказано «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей разумением твоим, всей душой твоей». Это первая заповедь, вторая уже подобная ей «Возлюби ближнему своего, как самого себя». На всех двух заповедях утверждается закон пророки. Так сказал Иисус Христос одному из книжников, который спросил у него, какие самые главные заповеди. Например, любовь к ближнему — это очень важная часть, которую сказал Иисус Христос. Но дьявол всегда на чеку. И делает так, чтобы, например, любовь к ближнему стала больше, чем любовь к Богу. А наоборот должно быть. Несмотря на то, что мы любим ближних своих, врагов своих. Самая большая любовь должна быть к Богу. И любовь — это то, из-за чего Бог создал нас. Он создал нас из-за любви своей. Бог есть любовь. Он изливает его на все свое творение. Бог относится к людям с любовью. И мы должны относиться к нему с любовью. Он нам всегда помогает. А когда мы молимся ему, тогда он еще сильнее нам помогает. Мы все хотим быть на Него похожи. Когда мы стремимся к Богу, мы можем прикоснуться к Его любви. Любовь — это второе имя Бога. Бог есть любовь. Это значит, вся любовь принадлежит Богу. К примеру, когда человек любит другого человека, можно сказать, что нам в этой любви помогает Бог. Апостол Павел сказал про любовь, что когда человек любит Бога и любит людей, то тогда он не хочет причинять людям зло. Любовь должна быть совершенной у людей. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует. Не раздражается, не мыслит зла. Не ищет своего. Не радуется неправде, а радуется истине. Всему вид, все покрывает. Всему надеется. Любовь никогда не перестанет. Так сказал апостол Павел. Уважаемые друзья, напомню, сегодня вечером в храмах и в нашем эфире совершается Марии настояние полное прочтение великого покаянного канона Андрея Критского и житья преподобной Марии Египетской. Перенос этого события связан с тем, что в нынешнем году оно совпадает с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, а по церковной традиции в таких случаях в богослужебный календарь вносит изменения. Для тех, кто не сможет быть в храме, в нашем эфире запланирована прямая трансляция из Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в 18 часов по московскому времени. Спасибо за внимание, друзья. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин